Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Сначала я лечила и лечила старшего, потом отсидела карантин с младшим и в конечном итоге, слушайте, разболелась так, впервые за этот осенний-зимний сезон. Раньше ко мне гораздо чаще прилипали разные сезонные простуды, но в этот раз я прям аж сама испугалась, особенно на фоне всего происходящего в мире. У меня была очень сильная слабость и жутко болело горло. А потом насморк и мой чудесный голос, возможно, уже не так слышно, потому что я пошла на поправку, я это чувствую и, в принципе, как бы мне нормально. В общем, меня, так знаете, потрепало в эти дни. Продолжаю находиться дома на всякий случай, никуда лишний раз не высовываюсь, но позаписывалась на все возможные анализы. У меня в этот раз обычная простуда, но тем не менее, я все-таки сижу дома, развлекаюсь как могу, и, к счастью, сейчас ко мне поприезжали такие красивости. Я обожаю все, что связано с домом. Я думаю, что вы это заметили, и вообще спасибо вам огромное за такой теплый прием последнего ролика об организации, о ремонте. Я прям от души снимала, и очень рада, что вам откликнулась эта тема. Так что сейчас покажу несколько классных штучек. Помните, пару месяцев тому назад я показывала вам керамику, которую я нашла на Алиэкспресс? Она не самая бюджетная. Я не знала, какое качество, я не знала, все ли доедет в нормальном виде, ничего ли не разобьется. Поэтому для начала я заказала только две вещички. Но забегая наперед, скажу, что я продолжу собирать свой красивый сервис, такой ажурный. В общем, первое, что мне очень сильно приглянулось, это блюдо. У нас есть несколько довольно больших блюд, но им уже пару лет, и мы их используем не только на праздники, поэтому они то там, то там цокнулись. И захотелось обновить. И вообще мне нравится то, что мы с Томиком в этом плане на одной волне. Он и свечи покупает, и пользуется всей посудой, которую я тут накупила за много лет в совместной жизни. Что-то разбивается, что-то выходит из строя. Но мы любим даже в такой повседневной жизни как-то немножечко, знаете, себя больше радовать и создавать такую классную, приятную, красивую атмосферу дома. И, значит, не затягивает, только посмотрите, какое красивое блюдо. Оно как будто ажурное, то есть такое выпуклое. И как раз такой размер, знаете, удачные котлетки можно выложить, и какой-то салат, пюрешку, что угодно. То есть это не обязательно прям под какой-то торт. И по качеству, кстати, я вполне довольна. Нигде ничего, знаете, нет неровного и так далее. И оно не прям сильно легкое, но не очень тяжелое. Я думаю, что без проблем можно мыть его и в посудомойке. Так что это номер один. Все было хорошо запаковано в такую коробку из пенопласта. Так что все окей. И второе блюдо, я не помню, я заказывала у одного продавца или нет. Я обязательно оставлю вам ссылки внизу. Господи, там такие чашки. Я как чашка-маньяк еле устояла, клянусь. Второе блюдо прямоугольной формы с точно таким же орнаментом. Это невероятно красиво смотрится, так элегантно. И достаточно поставить обычные тарелки и несколько таких блюд, и сервировка стола будет конфетка. Небюджетные покупки. Я очень рада, что я это заказала. У нас в магазинах ничего подобного я не видела. Еще мечтаю найти не слишком большую супницу, а то вечно на празднике я с кастрюлей и с черпаком супницы у меня нет. Я даже на празднике сказала родственникам, если не будете знать, что мне подарить, подарите мне белую супницу. Пожалуйста. Потому что я или забывала об этом, или же, когда мне надо, то хотя бы самые обычные белые тоже нигде нет. И слушайте, сейчас 23 февраля и к 8 марта много где проходят разнообразные акции и скидки, а распродажа на Алиэкспресс будет с 24 февраля по 26. Но помимо этого, я надеюсь, что вы уже пользуетесь кэшбэк-сервисом Letyshops. С ними выгоднее, приятнее. И советую вам тоже зарегистрироваться. У них сейчас будет горячий кэшбэк на Алиэкспресс. Он будет увеличен в 3 раза и будет достигать аж 15%. То есть, если бы, скажем, обычно вы вернули бы 100 рублей с ваших покупок, то сейчас, в период вот этой распродажи из Letyshops, вы можете вернуть целых 300. Это как пример. Количество таких активаций ограничено, поэтому если вы что-то себе там присмотрели на Алиэкспресс, то я думаю, что никому не помешает дополнительно сэкономить. Что вам нужно сделать? Вы регистрируетесь на Letyshops, активируете кэшбэк, переходите на Алиэкспресс и, как обычно, совершаете ваши покупки. А кэшбэк будет начислен автоматически. Я тоже, наверное, как раз в это время закажу несколько кружек и поищу супницу. Но вообще там столько всего интересного, что касается керамики. Это просто загляденье. Так как я болела, мне очень пригодилась еще и вот такая штукенция. Это бесконтактный градусник. У нас есть, тоже батарейки работают, но их нужно вставлять. И, например, когда дети ночью спят, я вообще не знаю, почему я до сих пор не купила новый градусник. Он у нас залился водой, не вдаваясь в подробности. Не этот, а другой. Много лет тому назад я покупала, и я что-то рылась на Алиэкспресс, нашла этот. Он стоил совершенно недорого. Тоже кину вам ссылку, потому что градусник это вообще незаменимая вещь в доме. Кстати, этот градусник измеряет температуру не только тела, но и любого предмета. Он запоминает температуру. Ну, то есть, когда вы там мерили, можете проверить, какая была раньше. У меня раньше была 35,4, 35,5, а сейчас 36,4. Я же вам говорю, что я иду на поправку. Еще нашла вот такую интересную вещь. Покажу, как это выглядит в холодильнике. В общем, это типа как органайзер, который крепится к полке. То есть, если вы ставите что-то невысокое, у вас пропадает пространство. У нас холодильник невысокий, и поэтому я решила, что не такое надо. Вот видите, может быть такого размера, или можно сделать поменьше. То есть, вы сами регулируете, какой величины такой контейнер вам нужен. Это очень удобно. Помимо этого, мы с вами сегодня еще протестируем. Не пробовала, скажу честно. Заказала два вот таких блока для чистки. Вылетело из головы. Пекарник. Господи, я со своим польским в духовке. Да, у меня вот эта решетка для гриля, она довольно часто грязная, ее не получается ни с чем отмыть. И мы с вами глянем, работает это или нет. И еще, девочки, это очень-очень красиво. И я уже вижу, как на Пасху я повешу и свою звезду. И вот эту скатерс, которую я показывала вам. В общем, смотрите, это набор из подсвечников. Они такие элегантные. Они, между прочим, пришли полностью раскручены. То есть, вот эта ножка откручивается. И я думаю, ну вот, приехали. Сейчас мне придется как-то это собирать. Я не люблю все эти дела, вы знаете. И все оказалось очень просто. Закручиваешь вот так и готово. Ни одной царапины. И такие подсвечники будут стоить очень дорого в магазине. В каком-нибудь H&M Home или Zara Home. Их три. Они разной высоты. Раз, два и три. Три вот таких красавца. Они могут стоять как вместе. Даже хоть в ванной комнате, хоть в зале, где угодно. Есть и серебряные. Такие же. Только сейчас заметила, что здесь еще и внизу. На каждом подсвечнике такой приятный материал. Как будто слегка бархатный. То есть, они не будут скользить. И я думаю, что в период распродажи можно будет отхватить по довольно приятной цене. Забыла сказать, что ссылку на Letyshops и на их приложение я обязательно оставлю в инфобоксе этого видео. Также вы просто завалили меня просьбами в инстаграме поделиться ссылками на кардиган и на куртку. Кардиган вы видели на мне в одном из последних влогов. Гусиную лапку и курточка светлая. Она именно весенняя. И по качеству это как масс-маркет. Типа Бершка или Страдивариус, но в два раза дешевле. И она очень стильная, необычная. Я довольна. Мне нравится. Я буду носить. Куртка у меня в размере М и кардиган в размере Л. Но кардиган не длинный. Он прикрывает мне бедра. И по качеству он прям классный. Я специально многие вещи заказывала заранее. Хотела поносить, чтобы уже потом к обзору в марте. У меня было такое финальное мнение. Но так как вы просили поделиться ссылками, где я это все купила, то опять же оставлю под видео. Мне абсолютно не жалко. Навела порядок в холодильнике, хоть не стыдно вам показать. Не всегда так. Где-то раз в месяц генеральная уборка. Ну и раз в неделю перекладываю, все чуть-чуть перетираю. И вообще смотрю, что у меня есть в холодильнике, чтобы как-то ориентироваться. И чтобы испорченное выбросить, если вдруг это произошло. Возвращаясь к органайзеру. Вот гляньте. Стоит запеканка. И получается сверху уже ничего нельзя поместить. И крышкой не всегда все можно прикрыть. Или вот здесь, вот здесь такая же ситуация. Нужно докупить еще несколько таких. То есть, видите, я могу сюда еще что-то сложить. Как дополнительная полочка. Получается вообще отличная идея. Почистила я свой гриль. Приблизительно на процентов, наверное, 80 все отмылось. Но я сюда вообще никогда практически не кладу пищу. И этот блок не подходит для тех поверхностей, которые соприкасаются с едой. То есть, сковородки и все остальное. Если у вас также иногда что-то ляпнет, где-то там что-то как-то попадает сюда. И при высокой температуре это все превращается в ужасное состояние. Поэтому мне захотелось как-то это все отмыть. Не как новое, но тем не менее стало лучше. И эту процедуру советую проделывать где-то на свежем воздухе. Желательно в маске и в перчатках. А теперь готовьтесь. Будет лайфхак, который изменит внешний вид любой духовки, которая точно так же открывается. Я когда увидела это у Светы, я не могла поверить своим глазам. Побежала к своей духовке. Смотрю. Блин, это же все можно очистить. Короче говоря, смотрите, снимается часть вот этой. Сейчас я ее прикреплю обратно. И тадададам! Стекло здесь тройное. И каждое можно поднять и помыть. Представляете? Возможно, вы об этом знали, но я нет. И я, короче, так увлеклась. Мыло-мыло это все, насколько это было возможно. И забыла о камере. В следующий раз обязательно с вами наведем порядок. Но я, конечно, в шоке. Прикрепила все обратно. И духовка практически как новая. Обязательно напишите, вы знали или нет. У меня есть для вас сюрприз. Но прежде чем мы к нему перейдем, я хотела бы показать вам несколько интересных бюджетных штучек. Вы видели один из моих вариантов уходовой рутины, именно утренний, когда я делаю массаж гуаша. И это немножко меняется в зависимости от состояния кожи, от моего настроения, от того, что я пробую. Я по-прежнему пользуюсь умывалкой пурита. Тоник очень классный с витамином С и с галактомисом. Он и увлажняет это сомбами и немножечко выравнивает оттенок. И балансирует кожу, когда она покрывается прыщами. Такой слегка подлечивающий крем под глаза, к которому я обязательно вернусь. Он прям такой на все случаи жизни. И даже когда были морозы, он проявил себя классно. Но мы здесь собрались совершенно по другому поводу. Я заметила, что у бренда Биленда очень сильно обновился ассортимент. Поэтому я купила еще несколько их новинок. Довольно сложно мне было достать их линейку с витамином С. Я так понимаю, что она не везде у нас в Польше продается. И в основном онлайн я, короче говоря, нашла в Хэбе. Купила все по акции. Обошлось мне это все дело реально в копейки. Ну, то есть сыворотка 20 золотых, крем тоже около того. Крем под глаза вообще 14 или что-то такое. Мне было бы очень интересно пообщаться, например, с технологом. Кстати, они здесь располагаются в Кракове. Их главный офис, я думаю, что нужно к ним обратиться. Вот правда, не всегда понятно, почему так дешево. У них всегда и классные упаковки, прям такие стильненькие, видите, как эко. И действенные, и причем актуальные, такие модные, современные компоненты. В общем, я не отталкивалась от того, что указано на упаковке, потому что крем у меня приветики 60+. Но это все маркетинговый ход. Я не заметила здесь даже ретинола, вот каких-то компонентов, которые могли бы мне навредить, как 33-летний. И когда тебе 60+, то один крем тебя не спасет. И в принципе, все мы и так состаримся, девочки. Поэтому читайте, что внутри каждой банки. Крем под глазам неплохой. Он увлажняющий, такой, знаете, посредственный. Я думаю, что весной и летом с ним будет хорошо. И то, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание, это сыворотка с витамином С и крем. Если вас смущает то, что он прям питательный, такой, знаете, восстанавливающий, защитный. Но он очень хорошо впитывается, очень классный, понравился. Сейчас покажу текстуру. У них есть более легкие, там 30+, 40+, по-моему. Но я побоялась, да что ж такое, что мне этого будет недостаточно. И пахнет это все дело апельсинками. Короче говоря, сыворотка работает как такой утюжок для кожи. Прекрасно разглаживает текстуру, убирает легкую пигментацию. Написано, что 97% натурального происхождения. И мне все больше и больше хочется всего покупать на затест от Белленды. Их очень любят в Польше, их очень уважают. Я думаю, что из-за массового производства многие ингредиенты для них выходят дешевле. Но это лишь мои предположения. Сыворотка хорошо впитывается. И сейчас это вторая моя любимая после миндальной, конкретно от этой марки. А кремушек, если у вас гиперсухая кожа, сейчас я самый настоящий сухарь, особенно из-за болезни, то берем вот такой. Если что-то полегче именно на весной и лето, то тоже у них это есть. Там еще и мицеллярка была в линейке. Но меня больше всего интересовал такой базовый уход с небольшим бонусом, со спецэффектами. И да, обзору быть в скором времени. Ну и теперь самое классное, это подарки. Не стану ничего выдумывать, скажу вам как есть. В прошлом году я сама приобретала ультразвуковую щетку и также ирригатор от бренда О'Клин. Я нашла на ней хорошие отзывы, отыскала на Алиэкспресс и купила. Но пусть вас не смущает то, что это товары из Алиэкспресс, потому что это всемирный бренд. У них, во-первых, более доступная цена, но при этом высокое качество. Они используют современные технологии и они выполняют свои функции даже не на 100%, а на 105. Представители бренда увидели, что я пользуюсь их продукцией и предложили мне протестировать их новую зубную щетку из линейки Pro. Я сказала, что у меня есть моя зубная щетка и что я хотела бы разыграть их новую модель среди своих зрителей. В конечном итоге прислали щетку для вас, для меня и еще одну модель, которая чуть-чуть отличается от всех остальных. И, конечно же, я устраиваю конкурс, где можно будет выиграть самую новую зубную щетку, о которой я скажу несколько слов. А вот эту сохраню для своей любимой мамы, потому что она как раз подыскивала что-то для себя. Давно хотела перейти именно на ультразвуковые щетки. Для мамы это будет сюрприз, так что, мамочка, я всегда о тебе тоже думаю и щетку отправлю тебе в ближайшее время. А конкурс у нас международный, поэтому тоже каждый может выиграть. Значит, у меня была вот такая модель зубной щетки. Вы неоднократно могли у меня ее видеть. Это очень хороший дуэт по уходу за полостью рта. Что касается новой модели, которую я буду разыгрывать среди вас. Вот в такой коробочке все продается, то есть очень достойно. Гляньте, помимо самой зубной щетки идет еще и станция для зарядки и кабель USB, который у меня подключен в розетку. Вы заряжаете ее всего один раз в месяц, два часа. И этого будет достаточно для ежедневного использования в течение месяца. И в этой щетке уже есть цветной экран, представляете? Но я ее подключила к приложению, которое я уже давным-давно установила на телефон. Она работает с любым телефоном и потом уже автоматически выставилось время. Вы выбираете любую программу для чистки зубов. Это может быть и программа для чувствительных зубов, для курильщика с функцией отбеливания, для брекетов. Их там огромное количество. Напишу вам на экране сколько. Вот видите, у меня стоит функция отбеливания, потому что я пью кофе. И вы еще и сами можете выбрать, например, время, как долго вы будете чистить зубы. Щетка умная, она как-то сама определяет темные участки и убирает все загрязнения. Очень классная щетина, которая не травмирует зубы и десна. Ни разу у меня не кровоточили десна, когда я пользовалась предыдущей моделью, но это и тоже. Это действительно стоящая инвестиция в здоровье ваших зубов. А для мамы я оставляю самую тихую зубную щетку в мире. Тоже очень красивая коробочка. Я ее открыла, чтобы проверить, все ли работает. И здесь такая же зарядка, как у меня в моей белой. Она магнитится. Видите? И если сравнить с моей зубной щеткой, то она чуть более компактная. И вот сейчас включу. Так это работает. А это совсем тихо. Это самая тихая щетка, в принципе, из всех существующих. Эта щетка также через Bluetooth подключается к телефону. Я проверяла. И вы можете выбрать любую программу для гигиены зубов. Я уверена, что мама будет в восторге. И здесь точно такая же насадка, как и в моей щетке. Их я покупала уже отдельно, потому что их периодически нужно менять. Но стоят они также недорого. И ссылку на эту щетку я также оставлю вам в инфобоксе. Я сначала хотела разыграть вот эти две, но потом решила порадовать маму и вот эту оставить для вас. Поэтому обязательно участвуйте. Вот знаете, как прикольно будет. Напишите всего один комментарий, а к 8 марта выиграете себе вот такой нужный гаджет. Так что всем удачи. А мы с вами продолжаем. Чем занимается мой самый сладкий медведь в мире, пока я обещаю вам о зубных щетках. Эта жнада, она тихо пришла, свернулась в такой практический клубочек и тихонько сопит. Ждет, когда я освобожусь, и мы пойдем гулять. Я с нее не могу. Вот уже ж хвостик мой. Я сегодня осталась без завтрака, потому что утром у меня совершенно не было аппетита. Но к обеду он разгулялся. И я так хотела приготовить то, о чем все говорят. Это рецепт из тиктока, не поверите. Я туда тоже иногда заглядываю. Это соцсеть не для меня. Я многого не понимаю. Да, интересно там зачем-то понаблюдать, но я там долго не поддерживаю. Реально 5 минут и все. Но где-то там мелькнуло в инстаграме. Кто-то готовил, что это такой рецепт. Из-за него вся фета везде распродана. Я сижу дома и говорю, Томак, ты шуруешь за фетой и за помидорами черри. И сейчас мы с вами будем готовить вирусную пасту. И я надеюсь, что все не зря по всему миру оптово скупают фету и томаты черри. Для нашей супер популярной пасты нам нужны помидоры черри. Кто-то их разрезает, кто-то нет. Я буду запекать целиком. Вот так выкладываю в форму. Дальше фета. У меня довольно большая фета, поэтому я возьму скорее всего только половину. Макароны мы отвариваем отдельно. У меня сегодня будут в форме бантиков. Соль, перец, итальянские травы или же просто базилик, орегано. Что у вас там есть. Очень люблю бренд Simply Organic. Вы знаете об этом. И забыла вам показать такую классную штуку. Тоже купила ее на Алиэкспресс. И сейчас постоянно пользуюсь. Это стеклянная баночка со спреем. Я залила сюда оливковое масло. И теперь не перебарщиваю, когда заправляю салат. Или нужно там полить картофель оливковым маслом. Часто он у меня прям плавал. Поэтому сейчас так пшик-пшик и готово. Или, например, если вы на диете, это тоже отличный вариант. Но я не на диете и тоже постоянно пользуюсь. Отлично и очень удобно. И еще чеснок. Я беру два зубчика чеснока. Я видела, что его добавляют в сыром виде. Но мне больше нравится запеченный. Так, подпорченный помидор. Блин, и не один. Вот. Я сбрызгиваю обильно так помидоры оливковым маслом. Но я не хочу, чтобы они там плавали. Чуть-чуть солим. Фета соленая, поэтому тоже не увлекаемся. Чеснок. Перец. Трава. Фета. Немножко масла. И трав. Я буду запекать это все делаю при обычном режиме. 170 градусов 40 минут. Тем временем отвариваем макароны в соленой воде. Пахнет очень вкусно. Но я должна вам сказать, что я увеличила температуру до 200 градусов. Звуковое сопровождение от Мики. Макароны отварены. И теперь все нужно переложить сюда. Перемешиваем. Сейчас скажу вам всю правду о тиктоке. Это реально вкусно. Я так подумала. Отдельно можно отварить креветки, например, и прямо сюда добавить. Или же курочку запечь прямо с помидорами, кубиками нарезать. Или поджарить на гриле, например, курицу, и потом это все перемешать. Да. Буду готовить теперь. Итак, попробуйте и вы. Особенно в супер ленивые дни, когда совсем нет сил и желания готовить. Слушайте, наши соседи завели собаку. Они все ходили, восхищались Микой и давно говорили, что хотели бы домашнего питомца. И вот недавно у них появился двухмесячный щенок, по-моему, Бордер Колли, насколько я помню. И он совсем малыш. В эти дни в Кракове было так холодно, минус 10, минус 15. И они отправляли его на террасу, то есть на участок около дома, чтобы он порешал свои дела. И он так бедняга пищал. Мне было его так жалко. Возможно, это нормальная ситуация. Но я прям стояла и сказать что-то соседям неудобно. Может, они не слышат. И я просто стеснула зубы и промолчала, потому что не мое это дело. Также соседи, которые живут напротив нас, получается, такие пожилые люди, они интересовались, что за порода у нас. Это Акитоин. Вы тоже часто спрашиваете, я уже много раз говорила. В общем, собака у нас довольно нетипичная. Мне кажется, что нам очень крупно повезло, потому что я не встречала таких собак и даже, наверное, котов, которые ничего не требуют от своих хозяев, которые даже пить не попросят. Она никогда не гавкает. Но разве что очень ей нужно по нужде, тогда она подойдет, пищит, и я знаю, что она просится на улицу. Но такое бывает крайне редко, в основном тогда, когда что-то неладное с ее организмом. А зачастую она терпит, и мы регулярно ее выводим. То есть, как бы никто не заставляет ее до посинения сидеть и ждать, когда кто-то ее выведет. Есть она тоже не просит. Она не особо любит играться. То есть, она вообще у нас неактивная. Мы даже специально ходили, чуть не сказать, к педиатру, или к педиатру, а к ветеринару, проверить, все ли с ней хорошо. Она вот просто такая спокойная. Она у нас всеядная. Понятное дело, что мы ее всем не кормим. Но вот так, если давать ей попробовать, то, наверное, только картофель и макароны, она прям отвернется и нет. Если дать малюсенький кусочек, просто посмотреть, съест она или нет. А так, даже какие-то тушеные овощи, рыбку, все. Готовая есть, сладкая, но мы это не даем. Просто, знаете, где-то что-то лизнуть, типа мороженое, конечно, с удовольствием. Но вот два продукта, это макароны и картофель, вообще не ее история. Она знает, чего ей нельзя. Но в основном у нее, не в основном, а вообще мы ее кормим специальным кормом. И сухим, и консервами, разными там паштетами и так далее. Сейчас можно найти хороший состав, поэтому нет никаких проблем. Она у нас нетребовательная. Если надо ехать 10 часов в машине, она тоже будет ехать. Ну, разве что она почувствует, что кто-то там вышел из темноты. В основном она не любит пьяных мужиков. Или кто-то выходит в темном, например, из-за угла. Она не видит, кто это. Тогда она таким басом прям начинает гавкать, как бы защищает. А так она не подает вообще никаких признаков жизни. То есть, ну, что-то там немножко погрызла, где-то там что-то она растрепала. Но в целом у нас просто, знаете, собака мечта. Но имейте в виду, пожалуйста. Потому что я понимаю, что можно наслушаться, насколько это классно, как сильно я ее люблю. А мне кажется, что я ее люблю больше всех в нашей семье. Потому что, ну, это... Я даже не представляла, что можно настолько сильно полюбить домашнего питомца, что она будет такая моя, вот что у нас с ней будет особенная связь. И какое-то такое понимание, при том, что Акито и Ино, они сами себе на уме. То есть, это тоже нужно учитывать. Она не очень поддается дрессировке. То есть, тапки она не будет приносить в зубах. Может, есть какие-то исключения, но Акито, они часто типа как коты. Да, можно с ними договориться, но если ей это не надо, она все равно сделает свое. В общем, хочу вам сказать, что собака – это мега-ответственность. И то, что у кого-то собака такая вся послушная и спокойная, это не значит, что вам попадется такая. Потому что у каждой собаки свой характер. Но когда вы берете кого-то под свое крылышко, имейте в виду, что вы полностью отвечаете за живое существо, у которого есть и свои потребности. Иногда это бывает очень нелегко. Животные также болеют. И не каждый может тоже с ними совладать. У нас тоже бывают разные ситуации, когда я и плачу, когда эта образа убежала от меня. Так что я ее искала до 4 или 3 часов ночи. Прям вообще я очень сильно распереживалась. Я думаю, что она мне отомстила за то, что мы ее оставили на 5 дней, пока ездили кататься на лыжах. Я обратилась к кинологу, но с тех пор у меня с ней ничего такого не происходит. То есть если дрессировать и постоянно посвящать время, а это очень много времени, прям вот вам кажется, что это дофига времени, умножьте на 10. Если вам кажется, что это ответственное решение, то умножьте на 10. Это не так, как купить тумбочку. То есть, во-первых, купил и поставил, и больше не занимаешься. А во-вторых, она тебе разнонравилась, ты раз и перепродал. Нет, это совершенно другая история. И если вдруг вы под впечатлением кого-то, под влиянием кого-то покупаете домашнего питомца, это не должно так происходить. У вас должно быть внутреннее сильное желание заботиться о ком-то, посвящать очень много времени, дарить много любви, ласки. И это должно быть очень возвешенное решение. Поэтому можете смотреть и радоваться за кого-то другого. Но помните, что зачастую показывают только самое хорошее, рассказывают о самом хорошем. Но я вам тоже говорю, что у нас бывают разные ситуации. Раз я как вернулась домой, у Мики было расстройство. У меня не было всего два часа, но поверьте мне, что я пропустила обед и даже ужин. И я так тщательно никогда не убиралась дома. И также Мика раз простудилась, раз где-то там не слушалась. Так что не всегда бывает всё так мило и приятно. Это как маленький ребёнок, который, кстати, никогда не вырастает и никогда не станет самостоятельным настолько, чтобы покинуть ваш дом и жить без вас. Так что собака – это раз на всю жизнь. И вообще даже хомячок. Поэтому если вы думаете о том, чтобы купить собаку, то думайте в 10 раз больше, готовы вы или нет. Потому что я считаю, что она того стоит, но этого нужно очень сильно хотеть. И говоря уже так совсем по-честному о нашей семье, да, я себе не представляю, да, то есть если Мики там нет по какой-то причине дома, то я начинаю скучать, что никого нет рядом со мной, что меня никто не встречает, что её просто нет в доме. Такая пустота, я даже, ну, не ожидала, что может так быть. А вот у Томика, скорее всего, это первая и последняя собака. Он её очень любит тоже. Он ухаживает за ней, он ходит на прогулки и по врачам, и покупает ей всё, и ласкает её. Но мне кажется, что для Томика это чуть больше, чем он ожидал. Я могу ошибаться, но я очень за ней скучала. Вот когда мы ездили на лыжи, я не могла дождаться, когда мы вернёмся, и поскорее, поскорее её забрать. И как только мы куда-то там едем, я говорю, Мика едет с нами. И всё, я за ней тоже ухаживаю, выгуливаю её и всё остальное. Но каждый человек по-разному относится, и для кого-то это может оказаться реально слишком. На этом мы с вами будем заканчивать этот влог. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.